Число наркозависимых людей в России остается высоким. По данным правительства России, около 8,5 миллионов жителей страны употребляют наркотики и психотропные вещества вне медицинских целях. Достаточно остро эта проблема стоит и в нашем регионе. Чтобы спасти людей, попавших в наркотический капкан, необходимо мобилизовать все силы. Наряду с развитием государственных реабилитационных структур необходимо максимально использовать потенциал негосударственных объединений и центров. Сложились продуктивные отношения с центрами, работающими под эгирией Русской Православной Церкви. В которой есть немалый опыт возвращения наркозависимых к нормальной жизни. Как отметил Андрей Шевелев, сложившиеся отношения уже дали результат. В этом году в Кимрах был открыт Православный Реабилитационный Центр. В его стенах уже проходит реабилитацию наркозависимые люди. Особое внимание уделяется специфике лечения больных. По словам министра здравоохранения региона Елена Житкова, работа с наркозависимыми включает три основных направления – возрождение, труд, творчество. На данном этапе этот опыт можно признать положительным. Согласно статистике, в Тверском регионе успешно проходит реабилитацию 60% наркозависимых, что выше средних показателей по ЦФО. Дает видимые результаты и работа силовых структур. Согласно статистике, в Тверском регионе снизилось количество притонов. За 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года эти показатели упали на 43%. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме наркомании, на территории региона предложено провести антинаркотический месячник, который должен состояться в период с апреля по май 2014 года. Аналогичные мероприятия в России, как показала практика, дают неплохой эффект. Отличительной чертой антинаркотического месячника в Нижегородской области стало личное участие в проводимых мероприятиях высшего руководства региона, что способствовало повышению активности населения в вопросах борьбы с незаконным оборотом наркотик. Антинаркотическая кампания ведется в молодежной среде. Помимо государственных учреждений, в нее входят 20 общественных организаций. Дети и подростки участвуют в тематических проектах, круглых столах и многом другом. А на территории шести муниципальных образований был реализован волонтерский проект, направленный на профилактику наркозависимости «Танцуй ради жизни», который охватил более 2,5 тысяч человек. Подводя итоги заседания, Андрей Шевелев обратил внимание на необходимость более активной работы с населением. Необходимо усилить роль социальной рекламы, баннеров с телефонами доверия. В ближайшее время по данному вопросу будут подготовлены соответствующие предложения. Альберт Байков, Рантовая пилот.